CPF есть у каждого гражданина и резидента Бразилии. CPF рекомендуется также иметь и туристам. CPF обязателен при регистрации сим-карты. CPF требуется для онлайн-покупок и доставки еды. CPF требуется для оформления банковского счета. CPF могут спросить даже в обычном магазине. Давайте разберемся, что это, что такое CPF. CPF расшифровывается с португальского как Cadastro Depesos Physicos. Это регистрация физических лиц. Вот так выглядит готовый CPF. Но на самом деле он используется в электронном виде. Как получить CPF? CPF можно получить онлайн, даже находясь за пределами Бразилии. Давайте начнем. Шаг номер один. Сделайте фото загранпаспорта и селфи с ним. Фото должно быть сделано при хорошем свете. Все данные в паспорте должны быть читаемы и понятны. Шаг номер два. Заполните анкету для получения CPF на официальном сайте. Это достаточно просто. Из необычного для нас нужно заполнить фамилию и имя мамы. Это особенность местной системы. СЕП – это индекс. Внизу, где вы укажете почту, на нее и придет готовый CPF. Сохраните номер кодику для аттендимента для следующего шага. Он у вас появится после заполнения анкеты и нажатия кнопочки NVR. Шаг номер три. Отправьте все данные на e-mail для завершения регистрации. Адрес почты, тема и текст запроса на португальском размещен в описании к этому видео. Если вы все верно заполнили, то CPF придет к вам на почту через 2-7 дней. Хотите, мы все сделаем за вас? Пишите на мой личный телеграм, я отвечу всем. И прямо в чате мы можем оформить ваш CPF. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok